Мне приятно, что в Кривне наконец появились люди, которые любят аквариум. В этот момент Дмитрий Медведев закрыл рот Суслая Суркова. Черт, мне понравилось просто тогда. Такой слава, уставший и выпущий. И я такой же. Он был идеологом гибели, организатором гибели десятков тысяч людей. Россия падала в пропасть медленно. Никто никуда не торопился. Шаг за шагом. Проснешься утром, почитаешь новости. Вот еще немножко свободы и человечности стало меньше. Но ты не печалишься, потому что вон еще сколько осталось. Жить можно, все хорошо. Так незаметно, без резких скачков, страна за 25 лет путинского правления скатилась в практически откровенный фашизм. Или, как говорят украинцы, рашизм. Мы расскажем лишь об одном эпизоде его становления. Ключевая локация в этой истории – озеро Селигер. Ключевой персонаж – Владислав Сурков. Я расскажу вам, как он завоевал друзей музыкантов и без труда обаял почти всю творческую интеллигенцию страны. Это такая номинация на политический Оскар. Я скажу так, что слово «цинизм» в нулевые годы, особенно в первой их половине, потому что градация всегда. Вот еще не посадили Ходорковского, да, и на что жаловаться. Потом еще не убили, допустим, Политковского, на что жаловаться. Потом не убили Магнитского, да, как бы до смерти Магнитского все нормально. Так вот слово «цинизм» в нулевые годы, я не помню, чтобы оно воспринималось как ругательство. Это естественное свойство человека эпохи постмодерна. Владислав Сурков. Загадочный человек. Необычная биография. Срочную службу он проходил в спецназе ГРУ. Потом в конце 80-х всплыл у Ходорковского в Менотепе. Сначала был охранником, потом Ходорковский назначил его начальником рекламного отдела. Это было еще при советской власти в 1987 году. Когда мы говорим о его нравственной составляющей, это был человек Ходорковского, да, который при первой возможности отъел все, так сказать, помог отъесть все у Ходорковского. Этим мы, пожалуй, закончим рассказ о его нравственной составляющей. Просто не на чат, да. Я считаю, что Сурков в определенный момент серьезно поставил молодца. Добава Става с целью выиграть некую внутреннюю борьбу между старой Ельцинской командой и новой. В 1999 году Сурков становится заместителем руководителя администрации президента. Он считается одним из создателей партии «Единая Россия». Что интересно, работая в администрации президента, Сурков, а в его лице и новая власть, совершенно обаяли творческую интеллигенцию. Причем у нее тогда и так не было особенного антагонизма с властями. Более того, на первых порах у них сложились хорошие отношения. Здесь все для того, чтобы здесь возникло передовой такой дом новой культуры. Почему нового? Потому что мы будем с вами вместе достигать границ возможного и нарушать их. Умный, обаятельный, начитанный, увлеченный эзотерикой и мистикой, Сурков, наконец, вошел в рок-среду, как нож в масло. Во всех моих разговорах с музыкантами, в попытках услышать какую-то точку зрения на его счет, я наталкивался на то, что они до сих пор отзываются о нем с пиететом и каким-то восхищением. Все отмечают, какой он интеллектуал, великолепный собеседник, как он умел обаять и так далее. Но когда ты просишь объективной оценки, часто все сводится к тому, что, ну, Слава мне очень помогал деньгами в трудную минуту. Мне приятно, что в Кремле наконец появились люди, которые любят аквариум. Ну, на мой взгляд, во-первых, он умный, глубокий, талантливый, блестящий во многих отношениях человек. Но он красивый, он умный, он блестящий. Вот я не могу сказать, что он дружит, понимаете? Он может в важной какой-то ситуации трудной вдруг дать какой-то ужасно точный совет. Он вообще один из самых умнейших людей. Был очень такой важный момент, наверное, который расположил меня сильно к Славе. Именно в тот период мы начали расставание с нашим продюсером Александром Пономаревым, хипом. И когда мы сказали, что время истекло, и мы расстаемся, то Саша Пономарев перекрыл нам все радиостанции, все телевидение одним каким-то звонком. Мы вдруг исчезли отовсюду. Это была его такая месть за то, что мы от него ушли. Когда мы думали, кто нам сможет помочь в этой ситуации, мы обратились именно к Славе. И Слава в течение пяти минут этот вопрос решил обратно. Мы опять появились везде. Вот если говорить о наших отношениях с Сурковым, они никогда не касались ничего такого, что было связано с давлением. В какой-то момент я задумался, а почему Сурков взялся охмурять именно рокеров? Ни попсу, ни художников, ни киношников, хотя такие попытки тоже, конечно, были. И почему так многие поддались, пошли на контакт? Где же их протестный дух? Бунтарская сущность? Этому есть объяснение. Дело в том, что вместе с Путиным во власть пришли ровесники первых рокеров. Поколение рок-н-ролла. Многие путинские чиновники в юности ходили на подпольные концерты, а некоторые сами их организовывали. Кто-то играл в рок-группах, кто-то фарцевал дисками. Потому в нулевые музыканты оказались в целом на стороне власти, что туда пришли свои ребята. Как пел когда-то Гребенщиков, наши люди займут места. Что и произошло. Все они выросли на Дипеппл, Лед Зепплин, Пинк Флойд. В чем с удовольствием признавались. И вроде как сопротивление потеряло смысл. Ну и еще, конечно, Суркова тянула к рокерам, потому что в отличие от попсы, рок транслировал ценности. По крайней мере, должен был их транслировать. Это Сурков понимал прекрасно. Точно так же через 20 лет власть станет покупать рэперов. Тех, в чьи тексты вслушивается молодая активная аудитория, несогласная с окружающей несправедливостью. А в начале нулевых в этой роли были рок-музыканты. Любовь власти к Борису Борисовичу Гребенщикову доходит до такой степени, что Борис Грызлов, спикер Госдумы, говорит ему в телеэфире «Вы БГ, и я БГ». Это явная попытка использовать звезду в политических целях. БГ только улыбается своей буддийской улыбкой. А его друг юности Андрей Макаревич смотрит знаковый концерт Пола Маккартни на Красной площади вообще вместе с президентом страны. Сейчас, спустя годы, лично я не исключаю, что посадить их рядом придумал тот же Сурков. Задумка вполне в его духе, в рамках приручения творческой интеллигенции. Минут за 15 до начала подошел очень вежливый молодой человек в безукоризненном костюме и сказал «Да, Вадимыч, а вы не хотите пересесть поудобнее?» Я, будучи наивным, видимо, до конца своих дней сказал «Конечно, поудобнее пересядусь, почему же нет, с удовольствием?» Меня отвел он прямо вот в центр. Потом стали подходить странные люди, заглядывать под стул, простукивать, проверять безопасность. Потом пришел Лужков с женой и сел через место от меня. Тут я понял, чем это все пахнет. Путин опоздал к началу, как он любит делать. Его встречали очень тепло. Даже Маккартни со сцены увидел, что приближается президент. Че-то такое сказал. Путин слел рядом со мной. И тут же практически, как будто мы с ним всю жизнь вели беседу, начал мне рассказывать, как он сегодня днем водил Маккартни по Кремлю без всяких журналистов. Вот он с женой Маккартни. Он ему показывал палаты. И Маккартни у него спросил «А вы придете на концерт?» Путин сказал, нет, наверное, не приду, делал очень много. И он говорит, представляешь, вот жалко, как мы вам сейчас поют. Я, представляешь, сел за пианино, и мне, либо просто мне сыграл этот бит. Я тогда подумал, что точно приплыл на концерт. И было видно, что это вообще на него произвело очень большое впечатление. Черт, мне понравилось просто тогда вот этот момент. А вот что вспоминает БГ про Суркова в интервью Михаилу Зыгарю. Бывало так, что он просто просил нас, ну, заказывал наш концерт для своего узкого круга, поскольку он деньги платил немало. Это наш тогдашний менеджер охотно на это шел. А мне было страшно интересно. И я помню, что некоторые песни из песен РПК вызвали у именно Владислава такой феечка. В 2004-м в Киеве происходит первый Майдан, закончившийся поражением прокремлевского кандидата Януковича и получивший название «Оранжевой революцией». У Кремля возникает параноидальный страх русского Майдана. Хотя никаких объективных предпосылок для этого нет. Общество сладко спит, его интересует лишь потребление. В марте 2005-го Сурков через Вадима Самойлова созывает ведущих российских рок-музыкантов на совещание. Присутствуют Борис Борисович, Земфира, Бутусов, Би-2, Шахрин. Не позвали Шевчука, который был на тот момент уже в контрах с властью, и Макаревича. Он был в туре. Кремлевский зал, в котором находился большой полукруглый стол. Слава Сурков сидел, причем не во голове этого стола, а сидел так немножко чуть-чуть с краю от главного стола, скажем так. Речь носила такой прям полуофициальный характер, наверное. В те же примерно годы по другому поводу я брал интервью у хорошо, я думаю, всем знакомого продюсера Гройсмана, который ровно тогда, будучи чуть ли не организатором, ну, по крайней мере, активным участникам, да, легендарная встреча Владислава Суркова с рок-музыкантами, спрашиваю абсолютно искренне, ну, хорошо, вот вы должны, наверное, как-то, там, не знаю, будут выборы петь за Путина, да, ваши артисты, там, кто у него был, чай, да, по-моему. А на что он говорит, нет, 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 главная задача у нас не петь против Путина, все остальное, как бы, никто больше ничего не требует. Главное, чтобы ты не стал, там, не знаю, над Сболом или Навальнистом. Я теперь уже понимаю, что просто прощупывали почву на вопрос какой-то не только лояльности, а просто готовности секторов и идеологических направлений не предлагалось. Все это было максимально в мягких и таких эмоциональных тонах. Кто-то хотел выпить дорогого вина, я не буду называть кого. Кто-то захотел выпить пиво, это и был я. Обстановка была достаточно расслабленная. План у Суркова состоял в том, чтобы прощупать, собираются ли музыканты подогревать у молодежи протестное настроение, чтобы не получилось, как в Киеве. Никто и не думал. Единственное исключение, как всегда, Шевчук, съездивший в Киев и спевший на Майдане незалежности песню «Не стреляй». Все, кто рассказывал об этой встрече, хором утверждают, что Сурков ничего у артистов не просил и ни к чему их не призывал. Наоборот, спрашивал, чем власть может вам помочь в эпоху засилия фабрик звезд и прочей попсы. Но он при мне пытался раскрутить всех этих рокеров, чтобы дать им возможность выступать по радио, по телевидению, не предъявляя им никаких тайных крючков, типа, что сделай вот это, а потом мы... Нет, 15 рокеров отказались. Сказали, нет-нет-нет, мы ничего делать на радио, телевидении не будем. Знаете, вы нам лучше дайте денег много, и все. Для нас было, честно говоря, просто лестно, что нас пригласили в Кремль, и с нами ведут такое совещание, где ждут от нас определенных советов. Но ничего этого не произошло. Но это был абсолютно абстрактный и в некотором смысле даже абсурдный вопрос. То есть все были достаточно заняты развивающейся карьерой твоей. И тратить свое время на воспитание нового поколения музыкантов нам казалось просто, ну, полным бредом. Через несколько лет рок-музыканты снова встретятся с властью. Теперь уже с новым президентом Дмитрием Медведевым. Уже не в Кремле, а в ритмен-блюз-кафе рядом с Кремлем. Пообщаться да пиво попить. Как пишут в официозных газетах, встреча прошла в дружественной, неформальной обстановке. Шахрин спел «Время не ждет». Макаревич за тех, кто в море. Борис Борисович поезд в огне. А Кортнев показал Медведеву, как играть визитную карточку любимой группы президента Deep Purple Smoke on the Water. Для меня, собственно, та культура, которую вы представляете, она, ну, безусловно, всегда была очень интересной. Это не конъюнктура, там, не желание в какой-то момент вернуться в детство. Просто я как бы никогда не порывал своими привычками. Значительную часть тех вещей, которые вы создаете, я периодически употребляю. Когда «Новая газета» спросила у Кортнева, понял ли он что-то о нашей власти на этой встрече, он ответил «Ни-че-го». Чисто туристические впечатления. Очень понравилась обувь Дмитрия Анатольевича, прекрасные ботинки. Но это все. Конец цитаты. Это были превентивные встречи, чтобы продемонстрировать звездам, власть помнит о вас. Они, как правило, ничем не заканчивались. Хотя один дорогостоящий проект запустился после встречи в Кремле в 2005 году. Сурков решил поставить производство патриотических песен на конвейер. Был основан продюсерский центр и культурный фонд «Наше время». Возглавил его депутат Ветров вместе с Сашей Хипомпо-Намаревым, на тот момент продюсером групп «Би-2» и «Сплин», Димой Гройсманом, продюсером группы «Чаев», а фактически всем рулил Вадик Самойлов из «Агаты Кристи». Центру достался особняк в Москве на улице Станиславского. Там было две студии, оборудованных по последнему слову техники. В рамках фонда был создан проект «Рок-герой», который занимался поиском и продвижением молодых рок-музыкантов. Я на нашем радио тогда уже не работал, но знаю, что до ротации в эфире дошла группа «Провода», продюсируемая Гройсманом, и группа «Море». В данной номинации, собственно, можно определить, кто будет завтрашней Земфирой, кто будет завтрашней Агатой Кристи, кто будет завтрашней Машиной Времени и так далее. Более того, в этом году мы решили объединить эту номинацию с проектом «Рок-герой». Мы решили наградить троих претендентов из вот той тысячи групп, которых мы нашли. «Мир огня». Эта группа у нас бесплатно запишется в студии. Идея была такая, что мы сейчас поможем артистам талантливым, ну, идея была, в любом случае, в этом, которые не имеют достаточно ресурсов, чтобы стать суперзвездами. Мы поможем им стать суперзвездами, мы дадим им для этого ресурсы, запишем им хорошо альбом, снимем хорошие видеоклипы, они станут лидерами мнений. И тогда, когда это будет необходимо, а именно, типа, там, в 2008 году, или когда-то там были выборы, я не помню, они по задумке должны были либо промолчать, либо выступить в поддержку действующего строя. Суть заключалась в том, что зачем-то российские, значит, троих группы должны были загружать свои песни на портал «Рок-герой», а Вадик зачем-то это должен слушать и выдавать свое экспертное мнение. Вот такой вопрос от Инферно. Вадим, почему все группы серии «Рок-герой» похожи, ничего в них нового не слышится. Почему? Потому что Инферно плохой вкус, и он не различает, не отличает одно от другого. И на это, насколько я понимаю, мы выделили деньги, и он сидел, занимался этим. Я не знаю, к чему это должно было привести. По факту, по-моему, в лучшем случае ему дали тогда на нашествие, типа, утром этим группам выступить под руководством Вадима Самойлова. Ну, вот, как бы, результат его суперпродюсерской деятельности. Самое удивительное, что все музыкальные проекты помощников Суркова раз за разом проваливались. Это при том, что начало нулевых было фантастически благодатным временем для музыкальных проектов. Новые звезды зажигались одна за другой. Ну, все, казалось бы, было у этих продюсеров. И деньги, и административный ресурс, и вроде бы талантливые люди вокруг. Но они не сумели открыть ни одного, повторю, ни одного большого артиста. И даже сумели подпортить карму уже существующим. Значит, Дима Кройсман сделал группу, по-моему, она называлась Никель, а другая называлась Провода. Ну, то есть, они рассчитывали, что эти группы самые суперизвестные, суперуспешные. Там, по-моему, Бустовы выделял группам какие-то слоты. Но они были ночные, поэтому как бы песни проваливались по рейтингу. То есть, люди же тоже не дураки. работают во всем этим медиа, когда тебе приносят песню и говорят, например, что ты знаешь, откуда мы, и это нужно, значит, крутить. А у людей, в общем-то, свой бизнес, который построен на том, чтобы песни были рейтинговые и хорошие. Они, значит, что делали? Они ставили эту песню типа в плохое время, она по рейтингу официально проваливалась, но им говорили, слушай, чувак, ну, песня говно, людям не понравилась, мы их удаляем. Все это происходило и из-за некомпетентности Ветрова с Самойловым, и из-за их уверенности, что деньги решают все. Но еще, конечно, и коррупция процветала. Бюджет администрации президента был большой кормушкой, из которой до артистов не доходило почти ничего. Артисты еще жаловались мне. Они приходят и говорят там, блин, он там вот снял клип, я в ее смету, она там типа там 50 тысяч долларов стоила, а как это проверить? Ну, то есть эти все эти несчастные музыканты, которые ходят, значит, и в съемных квартирах, едят доширак, а по факту они типа суперзвезды. Финансирование длилось, типа, по-моему, вот до выборов, поскольку когда случились выборы, всем сказали, все свободны, все пока. Время от времени эти горе-продюсеры подкатывали со всякими заманчивыми предложениями к реальным рок-звездам. Кто-то соглашался, кто-то отказывался. К Вячеславу Бутусову решили подобраться через Васю Обломова, который в это время продюсировал его новый альбом. И ко мне внезапно обратились и сказали, что с тобой хочет поговорить Костя Ветров, которого я уже шапочно сдался в студии. Очень грустная была встреча. Телега была такая. Бурак у ворот. За границей сидят люди, которые мечтают развалить Россию. «Что от меня-то нужно? Я спасти Родину буду». Он говорит, «Ты делаешь альбом Бутусову». Я говорю, «Хорошо, да, и что?» Он говорит, «Мы хотим, чтобы Слава спел правильную песню. Ну, типа, вот не просто славить режим, а типа вот как шар цвета хаки, но только вот про тех гадов, которые сидят за границей и врагов России». Железобетонным аргументом была история. Он говорит, «Мы же так сделали с Кинчевым». Я говорю, «Подожди, подожди». А для меня Алиса в юности это икона, можно сказать, нон-конформизма. Он говорит, «Ну как?» А вот песня называется «Власть». Он говорит, «Значит, короче, был дел с ним сделан. Эту печку, как я понял, написал не он, а чуть-чуть не Сурбов. Сам. У меня было ужасное чувство какого-то разрушения внутри. Я не знал, что мне делать, как же это так, как же это возможно. Он говорит, «У нас есть союз писателей, союз композиторов. Мы песню-то напишем. Надо сначала согласие артиста». И я тогда охренел вообще, то есть самим подходом. То есть он должен сказать, «Да». После этого пишется нечто, и это нечто выдается, как, я не знаю, там, что-то прекрасное. А Слава, человек, насколько я понимаю, не ударенный в политику, он до конца не понял, что от него хотят, на всякий случай отказался. Сурков сам писал стихи. И как потом выяснилось и прозу. Стихи очень абстрактные, эстетские. В них фигурировал кокаин, свобода, красоты природы. И чувствовалось такая, как будто у Байрона усталость от окружающей реальности. «Кто любил быть любимым, но был простаком серебро лунной вечности, разменявшим на медные звезды судьбы? Это я. Это должен быть я. Это все еще я». Владислав Сурков. А еще оказалось, что он поклонник альтернативной западной культуры. В его кабинете висел портрет легендарного американского рэпера Тупака Шакура, убитого в перестрелке. Плохой парень, пренебрегающий законами общества. Такая странная ролевая модель для кремлевского чиновника. Ближе всего Сурков сошелся с Вадимом Самойловым. «Я когда с ним в тридцать первый раз, это был ресторан московский. Такой слава, уставший и выпивший. И я такой же. То есть на самом деле, знаете, это было такое... То есть по ощущению, это не было знакомством, это была просто такая стыковка какая-то. И все. То есть мне действительно понравилась творческая дружба. И дальше уже как-то все развивалось. В 2003-м выходит альбом «Полуострова». Диск песен Суркова и того же депутата от ЛДПР Константина Ветрова с продюсированных и спетых Вадимом Самойловым. Два ремикса в конце сделал диджей Грув. Тираж 500 пронумерованных экземпляров. Авторство «Полуостровов» особо не афишировалось. Я поставил одну песню в эфир, я ничего не знал об участии в проекте Суркова. Более того, не знал об этом даже музыкант Наутилуса Алексей Могилевский, который записывал для альбома «Саксофонные партии». Недавно я записал песню, которая войдет в фильм новый Алексея Мурадова. Она как раз на стихи Владислава Суркова с моим музыканом. Этот тандем имел далеко идущие последствия. Спустя много лет именно в ходе общения с Сурковым у Самойлова родится идея организовать фестивали в оккумпированных Крыму, Донецке и Луганске, чтобы поддержать дух наших бойцов. То, что начиналось как эстетская затея с легким лизоблюдским душком, превратилось в итоге в лютую пропаганду войны. Полевой ураг будет разбит. Победа будет за вами, за нами всеми, за вами, врага. Крайний возбог. В самый разгар полицейских операций по запугиванию и устранению неугодных Сурков пишет роман «Около ноля». Роман вышел в журнале «Русский пионер» под псевдонимом Натан Дубовицкий. И по этому роману довольно быстро ставит спектакль не кто-нибудь, а Кирилл Серебренников. Ну, он, безусловно, умный. Он прочитал какое-то количество книг, он умеет складывать слова. Если мы говорим о Суркове, прости господи, писателя и поэте, то проблема Суркова-писателя главная. Заключается в том, что он отмороженный циник, что для него нет добра и зла. А сатиры не существуют без этики. Книга, говорил Пастернах, не только сатиры, это тремящийся кусок совести. А когда совести нет, то можно очень ловко складывать слова, но книги-то не будет. То есть книга будет, ее опубликуют, ее растиражируют и по ней поставят спектакль в Амхате. И пока ты начальник, этот спектакль будет идти в Амхате. Но как только перестанешь быть начальником, спектакль сойдет из репертуара и издавать тебя перестанут и так далее, и так далее. Ведут куда-то вниз крутые дни. Простим друг другу то, что мы не боги и ничего не можем изменить. И се олеет парус одинокий. Владислав Сурков. Суркову явно доставляло удовольствие играть в свои иезуитские игры с творческой интеллигенцией, со звездами. Он чувствовал себя таким образом равным им, а временами и выше. Но нельзя было забывать и про широкие народные массы. Одной своей стороной, просвещенной, элитарной, он поворачивался к писателям, музыкантам, режиссерам. Другой – к глубинному народу. Как он выразится впоследствии о простых людях. Есть, увы, в любой молодежной политике какая-то неизбежная ущербность. Потому что ее разрабатывают люди, пожилые в основном. Асурков действовал, в общем, мазками такими тонким кисточками. И сейчас, если мы вспоминаем вот эти «Идущие вместе» наши и так далее, господи, детский сад. В связи с тем, что происходит сейчас. Первая провластная молодежная организация «Идущие вместе» была создана еще в 2000 году. Их самая громкая акция вызывала прямые ассоциации с Третьим Рейхом. В 2002-м они обвинили писателей Баяна Ширянова и Владимира Сорокина в пропаганде порнографии и наркотиков. Рядом с Большим театром соорудили огромный унитаз, куда публично бросали собранные ими книги. После чего их сожгли. Это тоже казалось абсолютным нонсенсом. Ставят большой перформанс в Большом театре. Большие люди, Десятников и Сорокин. И тут как какое-то молодежное объединение, что-то делать с книгами. Это такие исторические параллели. Тут уже не надо, знаешь, быть как-то 75-е во лбу, чтобы чтобы понимать, что происходит что-то не то. Следующим этапом Большого Пути была организация «Наши». 2005 год. Это было посерьезнее, чем идущее вместе, которых оно вобрало в себя. Тут уже никто даже не пытался скрывать, что это инициатива администрации президента. Кто вам выдал все вот эти одинаковые штуки? Вы сами сделали. Сами сделали. Все одинаковые, сами сделали? Да. Это очень милая ручка. Сообщество молодых ребят, студентов Москвы, которые поддерживают Путина. Интересно, что среди прочих эпитетов движение называлось антифашистским. Мы были просто самым массовым молодежным движением. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы как-то упорядочить это поколение, не дать ему качнуться в какую-то опасную сторону, тогда как раз были эти оранжевые революции и прочие. У нас не было никаких кумиров и тех, на кого равняться, и им стал Владимир Путин. Я считаю, честно говоря, и Путина, человеком, который был послан судьбой и Господом России в трудный для России сейчас. Я помню, в московском комсомольце была утечка стенограммы закрытой встречи с какой-то молодежью Василия Якименко, человека, повторю, уже зарекомендовавшего себя как создателя идущих вместе, который, говоря об ошибках Януковича, говорил, что вот если бы я был его как бы политтехнологом, я бы позвал фонатов Киевского Динамо, чтобы они, соответственно, всю эту прозападную нечисть, оторвав со стадиона стулья, такую цитату помню, этими стульями избивали и гнали за Днепр. И сложился вот такой тогда же стереотип, что, соответственно, создается массовое движение для физического противодействия оппозиции. Те, кто выбрал себя политическую борьбу, тот не может расслабиться уже никогда. В политику легко войти, выйти из нее почти невозможно в целом. Поэтому надо оставаться вне. Я вас к этому призываю. В чем он останется в истории? Как конструктор и идеолог вместе с Павловским, конструктор и идеолог нулевых, которые стали разгонным, так сказать, треком для всего, что последовало дальше. Позорнейших десятых и уже совсем преступных двадцатых. Это был разгон. Они нас мочили, да, все эти движения наши. Я-то ведь все это полным ушатом, так сказать, на меня вылилось именно в нулевых. Вот то, что стоит за этим усталым, так сказать, кокаиновым высокомерием, да, вторжение в личную жизнь, слежка, угрозы, угрозы семье, да, давление, клевета, почти полный комплект уголочный, мы почувствовали сразу. И за этим стоял и этот самый милый, темноволосый, юный человек. И мы это знаем. Я оказалась одной из первых мишеней движения наших. В момент, собственно, предубранной кампании Медведева я написала текст в газете «Коммерсант». Я была одной из авторов. Там был текст «Ликующая гопота». Это была цитата чиновника кремля. И смысл текста сводился к тому, что Медведев не будет использовать ресурс движения нашей, поскольку эта стилистика ему не близка. Эта история дальше имела последствия. Сначала активисты пришли к издательскому дому «Коммерсант» с рулонами туалетной бумаги, на которых была эта заметка и моя фамилия. Были всяческие пакости, они меня преследовали, стояла машина у дома. Это такой набор очень неприятных вещей, которые тогда очень практиковало движение наше. А по «Российскам не кричи, щи, жену, море, тучи! День четыре, ребятки! Вам Россию не отбить! Научитесь и варить! Россия! Россия! Мы подошли к самой интересной части нашей истории. В 2005-м по инициативе движения «Наши» и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» начинает действовать Всероссийский образовательный форум на озере Селигер. Селигер, древнее озеро в Тверской области, на долгие годы стало символом лизоблюдства и карьеризма. Именно в этом месте сошлись два фронта деятельности Владислава Суркова. Две не пересекающиеся до этого прямые творческие интеллектуалы и ликующая гопота. Состоять по уставу партии «Единая Россия» Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Максим прервал команду молодых депутатов для того, чтобы поздороваться с уважаемыми гостями. Здравствуйте. Вас приветствую в дискуссионной клуб «Терки». Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Только никто не говорил, что мы построим коммунизм и у нас будет светлое будущее. Главная идея была другой – сделать карьеру во власти. А все, что мешало этому, должно быть безжалостно уничтожено. Если говорить об идеологии, то она была именно такой. Что мы вообще от вас хотим? Мы хотим, чтобы вы, сидящие на этой площади, лет через 15-20 взяли власть в нашей стране. Туда тысячами свозили неразумную и алчущую успеха молодежь из регионов. А выступать перед ними ездили те самые интеллектуалы и артисты, с которыми тусовался Сурков. На Селигере отыграли группа Би-2, Сергей Галанин и Серьга, Маша Макарова, Несчастный случай, Зимфира, Ума Турман, Вячеслав Бутусов, Король и Шут, Кипелов, Ночные снайперы и Агата Кристи. Если вы посмотрите налево, вы увидите замечательные, прекрасные озера Селигер. Эта песня называется Штиль. 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 не было портретов Путина, немножко рифмуется уже из нашего времени история про выступление группы Би-2 в Омске, которые тоже попросили убрать со сцены Z-символику, но при этом то, что в 2005 году было возможно, и власть кивала, соглашалась, да, окей, конечно, убираем, в 2022-м обернулась отмена. Би-2, выступавшая на Селигере, прекрасно отдавали себе отчет в том, что делают, но тоже не считали тогда, что участвуют в чем-то постыдном и криминальном. Все выглядело поначалу достаточно безобидно, как очередной концерт на каком-нибудь дне города. Селигер изначально это был лагерь в лесу, молодежь была в палатках, происходили какие-то постоянные лекции. Надо сказать, что первый наш приезд в Селигер, я не помню, сколько мы выступали, два года, может быть, три, первый это был самый такой беззубый, наверное. Следующие Селигеры стали уже более политизированными, потому что вот я помню, что уже последний наш Селигер, мы приехали, и когда увидели эти вокруг плакаты с Путиным, с Медведевым, и это уже была совсем другая история. Там уже все образование шло непосредственно в сторону поддержки непосредственно двух персон, это Медведев и Путин. Вот такой вопрос. Как вы считаете, нужна ли нашей стране детская идеология? Если она нужна, то какая именно? И чем она будет отличаться от взрослой? Спасибо. Нет, детская идеология, я первый раз слышу такое словосочетание, это посильнее суверенная демократия. Серый кардинал, тайный кукловод, кремлевский дрессировщик – как только не называли Суркова журналисты тех немногочисленных, свободных от цензуры изданий, до которых еще не дотянулось государство. Думаю, нам еще много лет предстоит узнавать реальные масштабы его влияния на процессы в стране. Даже был один корпоратив, я помню, и после нашего выступления он пригласил нас в зал, мы спустились, разлили шампанское, и он представил нам Дмитрия Медведева. И Слава Сурков сказал, что вот познакомьтесь, это Дмитрий Медведев, будущий президент. И тут в этот момент Дмитрий Медведев закрыл рот Слава Суркова. И нам всем стало понятно, что следующий президент – это Дмитрий Анатольевич Медведев. К Дмитрию Медведеву он обращался просто вот, типа, Дима, иди сюда, иди сюда, вот так вот. И нас это всегда, ну, так веселило, то, что вот Медведев такой, как уволень, такой к нему вот идет. Хотя должно, по идее, быть все наоборот. Просто он с ним постоянно говорит ему, как сесть, что тут сказать, тут вот, и Дима, подойди сюда, вот тут надо там это сделать. Вячеслав Бутусов тоже спел на Селигере. Это из его уст мы когда-то услышали, круговая порука мажет, как копоть. «Я беру чью-то руку, а чувствую локоть» – песню, которая стала антитоталитарным гимном в пору распада Советского Союза. Прошла пара десятков лет, и он не счел зазорным спеть со сцены перед движением «Наше». Автор текста «Скованные одной цепью» и других хитов группы «Наутилус Помпилиус» поэт Илья Кормильцев раньше других уловил, «Чем пахнет эта власть» и почувствовал, как сгущаются сумерки. Ко времени выступления Бутусова на Селигере он давно был в оппозиции к путинскому правлению. Илья не знал плейлист, что именно играется на Селигере. Но не надо было быть семипядей во лбу, чтобы допустить, что уж пару-тройку песен, написанных сердцем, нервами, я не знаю чем, мурашками, Ильи сыграны будут. И поэтому он пытался, как человек глобально интеллигентный, его первый шаг связаться с Бутусом. Герой не брал трубу сутки. Илья Валерьевич писал смс, и никто не отвечал. И только на следующий день под вечер пришел гениальный текст, мне кажется, его вообще студентам Жуфака надо учить. «Я не понимаю смысл твоих претензий». Ну и Илья написал, ну не понимаешь, и хрен с тобой, мне очень важно от этого откреститься, и чтобы все знали, что я категорически против подобных коллабораций. Илья Кормильцев опубликовал открытое письмо к своему соавтору Вячеславу Бутусову. «Я против того, чтобы тексты, написанные мной, исполнялись в контексте политических мероприятий, подобных Селигеру-2006. Являясь сознательным противником политического строя, установившегося в современной эрефии, я не хочу, чтобы наемные гопники, оттягивающиеся за счет налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью. Я простил Славе визит к Суркову. В конце концов, мотивом могло быть простое любопытство. Этого я ему простить не могу». Моментально это разлетелось, и один верен идеалам альбома «Разлука», условно говоря, скованным одной цепью, прогулки по воде, где слова «мама, не горюй». А второй говорит «деньги? Какие деньги?» «У меня директора есть, юристы, это к ним, это не ко мне вопросы. Алло, гараж, какие деньги?» Вот, и как-то буквально в 2-3 дня ситуация, как мне кажется, стала черно-белой. То есть где было намешано абсолютно все. И идеология, и смысл жизни, и финансы, и все. Эта позиция – какая политика, мы просто играем песни. На долгие годы стало алиби для музыкантов, вписывавшихся в кремлевские затеи. Кто-то лукавил и лицемерил, но многие действительно так считали, как говорится, на голубом глазу. Только к 2022 году до артистов, да и то не до всех, стало доходить, что просто музыки, просто песен и просто концерта в такой ситуации не бывает. А вот свидетельство из первых рук. Говорит непосредственный участник событий, певший на Селигере, Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». То есть у нас была жаркая дискуссия в группе, ехать, не ехать. И раздавались, в общем-то, такие довольно звонкие голоса против. Ну что вы, это как бы не наша идеология, в смысле не наша несчастного случая. Но большинство, и я в том числе, сказали, нет, ребят, давайте поедем. Во-первых, это очень интересно посмотреть на то, как это там все происходит, не через экраны телевизора, да, где все подается в очищенном, таком рафинированном виде, а прямо на месте. Это, во-первых. Во-вторых, нас никто не ограничивает в репертуаре, поэтому мы споем все то же самое, что поем, условно, в каком-нибудь московском клубе рок-н-ролльном, да, или то, что мы поем в спектакле. В общем, так оно и было. Мы приехали на Селигер, увидели два огромных портрета, Путина и Медведева, которые смотрели на сцену. Хорошая сцена, хороший звук, сзади палатка такая армейская в качестве гримерки, ну, как на любом фестивале. Поразительно, что на Селигере Кортнев пел ту же самую песню, что и спустя короткое время на проспекте Сахарова во время болотных протестов. Перед ее исполнением для нашистов он сказал, что эта песня идет прямо от нашего сердца. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе С наказом от родных С печалями за всех Пока еще живых Шла к батюшке царю К боярам в белый дом Уставясь на зарю Уже почти бегом И мы, значит, забацали, шла Саша по шоссе Которая вызвала великолепную реакцию Всех аплодировали, кричали ура Для меня это было достаточно неожиданно Но это была приятная неожиданность Я думаю, вот, надо же, то есть Хорошая песня пробивается даже к людям, которые придерживаются, ну, в общем, довольно Такой жесткой идеологии, да? А оказалось, что нет Потому что потом, когда мы уже переодевались в этой армейской палатке Чтобы ехать в обратный путь Под полок палатки Пролез какой-то человек В темноте было его плохо видно Но он пылал энтузиазмом Встал на ноги И, обращаясь к нам, сказал Ребята, я из, там, не помню, откуда-то Из Перми или из Пензы И то, что вы сейчас спели, это потрясающе Я знаю, что нужно делать Мы у себя в Перми создадим движение за Сашу Чтобы Саша точно дошла и все рассказала Тут мы поняли, что, в общем, при умелом использовании, да? Любая вода, любая вода льется на колесо этой мельницы, да? Вот что ты не делай просто Что не говори, что не пои Нельзя сказать, что все смирились с этим положением вещей Попытки сопротивления были В Химкинском лесу прошел форум Антиселигер Протестная акция при поддержке Навального, Троицкого, Гудкова С участием оппозиционных музыкантов Прежде всего, Михаила Барзыкина, лидера группы «Телевизор» Над упертостью Барзыкина смеялись Одни говорят об искусстве, другие о Боге И только Барзыкин всегда о Путине Одна моя любовь в этот стран Кандализы Райс, Михаила Саакашвили, Николая Сванидзе, Юрия Шевчука, Эдуарда Лимонова, Бориса Немцова, Михаила Ходорковского, Виктора Ющенко и почему-то Квентина Тарантино Все в фуражках с нацистской символикой Против каких действий, против чего конкретно вы выступаете в поведении Юрия Шевчука? Он обманывает целое поколение, которое считает его голосом народа Шевчук изменился Шевчук хочет превратиться в буревестника новой русской революции Ну, Гитлер там придумал евреев Я думаю, ну как Может они ему лично-то не сильно мешали, евреи Но надо же было кого-то сделать виноватым Возбудить народную ненависть И вот, пожалуйста, евреи А тут то же самое Взяли молодежь и сказали, давайте будем дружно ненавидеть Молодежь это понятно, это проще Потому что кого-то любить, это сложнее все-таки Эмоция сложнее, это думать о чем-то надо Ненавидеть можно и думать Само по себе это довольно гнилая вся история, конечно Ну, в рамках этой истории Он делал достаточно профессионально Но Путину показалось, что нифига не профессионально Потому что у нас есть Росгвардия У нас есть для Одни вот эти ваши танцы С волками Вот и все И оказалось, что Сурков неудил Есть несколько версий отставки Суркова Писали, что таким образом выводят из-под его кураторства Проект Сколково Говорили о борьбе Медведевского и путинского окружения По информации Михаила Зыгоря В разгар болотных протестов Путин сказал Медведеву Так недолго и страну проебать Те же слова он мог бы сказать и Суркову Владислав Юрьевич создал сложную политическую систему Оплачиваемую из администрации президента Владислав Сурков Владислав Сурков, занимавший пост вице-премьера и руководителя аппарата правительства России Освобожден от должности по собственному желанию Заявление об отставке Сурков подал 7 мая Сразу после совещания Владимира Путина С кабинетом министров По годовым итогам реализации президентских указов На котором глава государства подверг Резкой критике работу правительства Ну что это за работа такая Опять мы все на конец года что ли Перекатим Ну и какой результат будет Я уже догадываюсь Владимир Владимирович, после ваших слов Честно говоря Подготовленный мной обзорный доклад По выполнению поручений и указов президента Ну почти теряет смысл Эпоха Суркова длилась 12 лет Это очень много Селигерские форумы перестали проводить в 2014 году Сегодня, через 10 лет Ясно и четко видится суть того, что это было Это они воспитывали русских патриотов Это вот Сурков Это вот та будущая Россия Это вот суверенная демократия Это то, что потом закончилось бучей в сущности То есть ощущение Ну собственно полной безнаказанности И мало того, что безнаказанности Правоты Право все это делать Ну можно жидов заменить на хохлов Вот и все, да Вот ощущение, что существует какая-то Россия Великая, суверенная, отдельная Во имя которой Можно ухамить-то ладно Но убивать можно Это все, да Это все вот эти Этот Селигер, эти нулевые У меня в телефонной книжке Московского моего телефона Покойного Значит было номеров 27 Селигер 1, Селигер 2, Селигер 3 Это мне звонили подонки И говорили мерзости Угрожали, говорили мерзости Да, антисемитские такие сяки Просто хамство, да После какого-то очередной кандапоги Или что это было, я не помню Я получил сообщение Примерно такого содержания Что сейчас чурок добьем За вас жидов возьмемся Вот И я это Колокольцеву непосредственно Начали Вот номер Вот номер телефона С которого это сделано Вот, так сказать, дата Вот текст Вот Вот это СМС И я получил официальный ответ О том, что в этой фразе Сейчас чурок добьем За вас жидов возьмемся Не содержится состава преступления Я сейчас с удивлением смотрю Что вполне взрослые политики Делают сейчас то, что когда-то делала Молодежь на Селигере А сейчас взрослые люди говорят то же самое Это стало нормой То, за что их тогда пинали И там над нами смеялись Над всеми И говорят, это ерунда Так посмотрите, кругом сплошной Селигер Когда его потеснили из-под солнца Он нашел другую нишу Ему что стихи писать Что пыточные организовывать на Донбассе Он нашел свое финансирование Он нашел свое место Это место в пыточной Но его идеология Никаким образом от этого не пострадала Ему сказали Ты сиди на Украине И там ищи каких-нибудь этих ополченцев Сбирайся со стрелковыми От пропаганды Он был отдален Это уже делали другие люди Официально это не артикулировалось Эта идея, она, понятно, не вчера возникла Я ее когда-то ввел Как бы в структуру государственной политики Этот день стал таком днем русского национализма Потому что была задача какая Как сказать об империи О нашем желании расширяться Но при этом не оскорбить слух Значит, мирового сообщества Это было в нулевые годы И мне один знакомый там Политолог известный достаточно Скал, вот ребята называют вот это так Вот пришло русский мир Город превратился в помойную яму А люди там все равно Очень много людей, которые не уехали Они говорят, вот у нас русский мир То есть с ними работали И работал Сурков Со стороны кажется, ну как вы не видите Что вы жили хорошо, теперь жить плохо Нифига, а Они говорят, зато мы с Россией там побратим В этом смысле, наверное, это рука Суркова Прожиты все непраздничные даты Чужой весны И на исходе дня В руинах неба Мертвые солдаты Пугая птиц поют Не для меня Владислав Сурков А то, что он в 23-м году Может писать стихи, в которых Упоминать много значительно Мертвых солдат И какие-то аллюзии в сторону Великой Отечественной Это только подтверждение его Отмороженного цинизма Потому что эти мертвые солдаты Погибли из-за него Он обеспечил реальную Не в стихах гибель Он был идеологом гибели Организатором гибели Десятков тысяч людей И после этого Белый стих Взгляд и нечто Я все задаю себе вопрос Можно ли было в обаятельной улыбке Интеллектуала Суркова Распознать приближающийся русский фашизм И марши ликующий гопоты И сжигание книг на площадях И головы манекенов на кольях Можно ли было понять Что будет дальше Митинг Путина в Лужниках Больше смахивающий на съезд Национал-социалистов Нацистский мундир На основателе ЧВК Вагнер Знак Z на танках Как будто скопированный со свастики Шаман Мальчик с холодными глазами Как будто клонированный Из нацистской хроники Те рокеры Что ездили на нашистский форум Понимали ли Что одних путь приведет Играть в захваченный Крым И на Донбасс А другим придется покинуть родину Не знаю ответ Но я уверен в одном Владислав Сурков знал все заранее Знал, предполагал, просчитывал Путь от альбома полуострова До пыточных в донецких подвалах Занял целых 10 лет Или всего 10 лет А начиналось все когда-то давно На тихом озере Селигер Альбома полуострова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова